ММОИ РПГ Сразу после минутки спонсора этого видео. Asus ROG Strix Car 17 – это игровой ноутбук с самой быстрой в мире матрицей до 360 Гц и временем отклика 3 мс. Оптико-механической клавиатурой с высокой скоростью срабатывания и долговечностью, усовершенствованной системой охлаждения, мощным аккумулятором с возможностью быстрой зарядки, стильным оформлением и беспрецедентно мощной начинкой. Под капотом у этого зверя притаились видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 для ноутбуков и процессор Ryzen 9 5900HX. Самая современная видеокарта обеспечит повышенную производительность в трассировке и DLSS благодаря новой архитектуре Ampere. Более 200 фпс в киберспортивных дисциплинах и стабильная 60 плюс фпс на ультра настройках в современных одиночных играх в разрешении 1440p. Технология Dynamic Boost 2.0 использует ИИ для динамического перераспределения питания между процессором, видеокартой и памятью. Режим Whisper Mode 2.0 обеспечивает новый уровень бесшумной работы. Ну а восьмиядерный процессор AMD Ryzen 9 5900HX с 16 исполняемыми потоками с легкостью справляется даже с тяжелой многозадачной работой. Играй на самом высоком уровне, используя ноутбук Asus Rockstrix Scar 17. Подбери себе мощного союзника на виртуальных полях сражений в один клик по ссылке в описании. С достаточно неожиданным объявлением пришел к поклонникам MMORPG Soul Worker, ее западный издатель, коим является компания Gameforge, сообщивший о том, что уже в конце апреля 30-го числа состоится официальное закрытие серверов. А за месяц до этого, 31 марта, будет отключена возможность покупки премиумной валюты. Причиной для данного решения послужило желание студии Lion Games, ответственной за разработку проекта, открыть международные реалмы. Правда, для пользователей такое развитие событий обернется полной потерей всего достигнутого прогресса, так как сохранить его и перенести на другую учетную запись не представляется возможным. Тем же, кого не пугают подобные трудности и не страшит перспектива начать приключения с чистого листа, остается надеяться лишь на скорый запуск новых игровых миров. После небольшой задержки разработчики MMORPG Neverwinter объявили о выходе анонсированного ранее крупного контентного обновления Shardar, положившего начало новой сюжетной кампании, состоящей из трех последовательных эпизодов, выполненных по типу The Redemed Citadel. Первый этап данной повествовательной линии получил название The Iron Tooth и предлагает искателям приключений посетить переработанную локацию Шарандар, где им предстоит восстановить связь между Фейвальдом и Фейруном, которая осуществлялась при помощи так называемого Перекрестка Фей. Также отважные герои могут посетить подземелья The Vault of Stars, сразившись там с тремя боссами. В то время как пользователи ПК уже сейчас имеют возможность в очередной раз спасти фэнтезийный мир, обладатели консолей вынуждены ждать аналогичный апдейт еще целый месяц, до 16 марта. Над фэнтезийным миром MMORPG с элементами песочницы RuneScape нависла новая угроза. Возросшая напряженность между жителями Геленора и старшими богами может вылиться в настоящую войну. Усугубляет же все предсказания величайшей провидицы Арианы, об ожидающих впереди разрухи и опустошении. Однако надежды еще есть, поэтому чтобы подготовиться к грядущим событиям, а возможно и предотвратить их, отважным храбрецам необходимо помочь Азанадру в осуществлении некоего плана. Данная история начнется с выходом обновления Elder God Wars Азанадра с квест. Правда, желающие приобщиться к сюжетной линии должны отвечать определенным требованиям. Запуск апдейта состоится уже довольно скоро, 22 февраля. Пока же, вниманию зрители и разработчики из студии Jagex предлагают короткий тизер-трейлер. В фэнтезийной MMORPG ArcheAge вышло масштабное обновление, которое добавило в игру новые территории для постройки личного жилища, события Вуальдауты в режиме Королевская битва, усиленных боссов и многое другое. Вместе с выходом обновления ArcheAge отмечает седьмой день рождения и раздает своим пользователям ценные подарки. На северном материке открылись новые территории. Здесь герои смогут насладиться красочными рассветами и закатами на берегу моря, прогуляться под сказочным снегопадом, а также обзавестись своим собственным участком земли и обустроить его по своему вкусу. На солнечных полях, в Бездне, Эфенхале и Бухте Китобоев будут открыты целые поселения. Соседом героя может стать как персонаж из союзной фракции, так и не очень дружелюбный сосед. Однако с каждым можно наладить дружественные связи, которые могут пригодиться в будущем. В ArcheAge появилось еще больше возможностей выразить свою индивидуальность, создавая уникальный внешний вид персонажа, а также личного транспорта. Так, например, с выходом обновления можно не только покрасить кабриолет в любой цвет, но и заменить два задних сидения на различные предметы. Мешок с золотом, пианино, связку крупных рыбин, пакет с конфетами или граммофон. С 18 февраля по 18 марта пройдет новый сезон инстанса Вуальдауты. От 20 до 50 героев сразятся друг с другом в королевской битве за штурвалом собственного катера. Пользователи, вошедшие в топ-3 и топ-20 игроков до 1 марта, получат дополнительные награды. Остров Мираж претерпел изменения, теперь пространство для прогулок и интересных экспонатов станет еще больше, а в центре острова будет располагаться целая картинная галерея. На Острове Свободы появится усложненный босс, обращенный Марли, а также разъяренный Морфеос в Бухте Визельников. Сражение с врагом требует уверенной и слаженной командной работы. До 11 марта включительно пользователи Аркейдж будут получать ценные подарки в честь дня рождения игры, а также для всех желающих будет доступна возможность принять участие во внутриигровом фестивале. В преддверии выхода дополнения Огонь Амбиции, с которого начнется годовое приключение Врата Обливиона, на просторах ММО РПГ The Elder Scrolls Online пройдет праздник Трибунала. Мероприятие стартует уже 25 февраля в 18.00 по московскому времени и продлится до 9 марта. Таким образом, пользователи на протяжении практически двух недель будут получать бонусную добычу за участие в активностях на территории Варденфелла и заводного города, а заодно они смогут заработать и сундуки Трибунала, выполняя ежедневные задания, побеждая боссов и убивая случайных монстров. Кстати, среди ожидающих искателей приключений награды имеются совершенно новые предметы. Например, страницы стиля нарядов Ординатора Доктрины и ларет с оболочкой ныряльщика Шлакового района. Также данное торжество является очередным шансом заработать билеты событий. Пока версия грядущего расширения Огонь Амбиции выйдет в предпоследний день ивента, 9 числа. Специально для тех, кто хотел ознакомиться с Archeage Unchained, платным вариантом MMORPG Archeage, однако сомневается в целесообразности ее покупки, разработчики из студии Trion Worlds предоставили возможность заранее оценить игру благодаря особой пробной версии. Сделать это можно в любое удобное время, но только на протяжении трех дней, которых в принципе должно быть вполне достаточно, чтобы получить наглядное представление об основных отличиях проекта от оригинала. Заинтересовавшимся данным предложением необходимо завести соответствующую учетную запись, загрузить лаунчер Glyph и активировать специальный код, после чего и будут предоставлены обещанные 72 часа. Если же у пользователей появится желание продолжить начавшиеся таким образом приключения, тогда им уже и потребуется приобрести Archeage Unchained. На официальном ютуб канале MMORPG Final Fantasy XIV для Южной Кореи появился новый трейлер игры в стиле аниме. Видео демонстрирует ознакомление персонажа с активностями в стартовом городе Лим Соломинца. Напоминаем, осенью текущего года Square Enix планирует релиз нового дополнения для Final Fantasy XIV под названием Endwalker. Оно завершит текущую историю Воина Света, добавит в игру две новых профессии, а также новые локации и активности. Игра же, однако, на этом не завершится, и впереди игроков будет ждать совершенно новая история, о которой в данный момент не сообщается совершенно ничего. 13 апреля, к слову, состоится релиз Final Fantasy XIV для консолей PlayStation 5. Разработчики Star Citizen из студии Cloud Imperium Games выпустили пару новых видео о своем космическом симуляторе. Первое посвящено посадочной зоне Orison, которая, наконец, добавит зону для посещения на газовом гиганте Crusader в системе Stanton. Состоять она будет из летающих платформ. Помимо этого, нам показали работу системы визуальной деградации, которая будет добавлять грязь и потертости на корабли игроков. Второе видео показывает разработчиков, обсуждающих процесс разработки посадочных зон. Кроме того, напоминаем, вплоть до трех ночи по МСК 26 февраля в игре проходит ивент «Свободный полет», который позволяет пощупать Star Citizen совершенно бесплатно. Подробнее об этом по ссылке в описании. Студия CCP Games сообщила, что в рамках первого квадранта сезонных обновлений Rain игрокам MMORPG EVE Online следует готовиться к изменению некоторых классов кораблей, а также пополнению линейки мобильных структур. На мародер, являющимися TH2-версией кораблей класса Battleship, можно устанавливать бастион для активации осадного режима. Вскоре этот модуль получит 50% бонус скорострельности для всего крупного оружия в активном состоянии, что сделает мародеры еще более грозным элементом на поле боя. В рамках обновления у Wargur будет изменен 5% бонус к скорости стрельбы большими снарядами на бонус 7,5% к урону снарядов. Также запланировано увеличение продолжительности действия бастиона до 90 секунд, что заставит корабль дольше оставаться на одной позиции в обмен на полученную мощь. Кроме того, разработчики хотят добавить изменения для Interdictors и Stasis Vibification Props. Уже в скором времени противостояния между отважными героями MMORPG World of Warcraft и силами тюремщика выйдут на следующий уровень. В рамках церемонии открытия тематического мероприятия BlizzConline разработчики опубликовали игровой ролик Королевская скорбь и тем самым официально анонсировали Цепи Господства, первое крупное контентное обновление для дополнения Shadowlands. Данный апдейт позволит Воинам Орды и Альянса завершить кампанию по объединению четырех ковенантов и при их поддержке сразиться за будущее темных земель и всего фэнтезийного мира. При этом основная битва грядущего патча развернется на просторах рейда «Светилище Господства», где защитникам Азерота предстоит сойтись в схватке с Королевой Банши. Кроме того, пользователи ждут новые локации, мега-подземелья Тайны Рынок Тазавеш, новые этажи Торгаста, возможность летать в царстве мертвых и многое другое. Буквально накануне тематического мероприятия BlizzConline в сеть попало подтверждение того, что компания Blizzard готовится к выходу долгожданного многими дополнения The Burning Crusade для MMORPG World of Warcraft Classic. Теперь же в рамках церемонии открытия ивента состоялась официальная премьера грядущей новинки. Точная дата релиза на данный момент остается неизвестна, однако расширение должно увидеть свет уже в 2021 году. А пока вниманию сообщества предлагается лишь небольшой анонсный трейлер. К слову, как в случае с классикой, весь контент аддона поделен на фазы, первая из которых включает рейды Каражан, логово Груула и логово Мактеридона. Желающим отправиться в земли за пределье, а также познакомиться с эльфами Крови и Дренеями, достаточно будет просто продолжить свое путешествие. Тем же, кто захочет оставаться во временах ванильного азерота, предоставят отдельные серверы. Кроме того, создатели предложат платную функцию, позволяющую копировать любого персонажа, чтобы им можно было играть сразу на двух реалмах. Предоставив ранее в феврале поклонникам MMORPG Black Desert Mobile возможность подготовиться к прибытию сразу двух дальнобойных классов, лучника и флетчера, компания Perlabis сообщила о том, что эти персонажи теперь официально могут отправиться навстречу приключениям. Хотя герои очень похожи, отличия между ними весьма ощутимые. Так, первый вооружен закрепленным на руке арбалетом и полагается на скорость и ловкость, а второй использует длинный лук с копьями вместо стрел, благодаря чему способен проводить мощные атаки. Кстати, с появлением на просторах фэнтезийного мира обоих стрелков связано сразу несколько тематических ивентов, позволяющих заработать различные полезные предметы и бонусы. Также разработчики опубликовали обзорные ролики с демонстрацией умений каждой специализации. Компания NCSoft выпустила новый трейлер, который демонстрирует боевые анимации нескольких игровых классов грядущей кроссплатформенной MMORPG Blade & Soul 2. В видео показаны все анонсированные на данный момент виды оружия. Также нам показали и новых боссов, которые на экране появляются действительно впервые. Релиз MMORPG Blade & Soul 2 состоится в марте этого года для игроков из Южной Кореи на ПК и мобильных устройствах. Предварительная регистрация открыта неделю назад и сейчас насчитывает уже более 2 миллионов желающих поиграть. Не отгремела еще шумиха вокруг Cyberpunk, а у игрового сообщества новый повод для пересуд. Релиз MMORPG New World вновь перенесен. Компания Amazon пока не смогла добиться успеха на игровом поприще, вспомнить хотя бы скоропостижно почивший в боссе онлайн шутер Crucible. А ведь у компании еще в разработке многопользовательский проект по Властелину Колец. Да и New World должна была дебютировать еще в августе прошлого года, однако ее отложили не в первый раз до весны. И вновь команда не укладывается в ранее обозначенные сроки, поэтому взяла еще 3 месяца на доработку фэнтезийной MMORPG. Пока же продолжается альфа-тестирование. 30 марта будут запущены европейские серверы, а на 20 июля запланирован старт с ЗБТ, принять участие в котором смогут все, кто оформил предзаказ. Сама же MMORPG New World выйдет на ПК 31 августа. А более подробно о переносе и других подробностях вы сможете узнать из нашего видео, подсказку на которое прямо сейчас видите в правом верхнем углу. И это все новости MMORPG за неделю. Не забываем поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Гохару, еще услышемся. Субтитры сделал DimaTorzok